Гуля Хутайбердыева Почему в капиталистических стратах не всё так хорошо? Чарчилль, да, сказал, что демократия – это очень плохая форма управления, очень плохая. Значит, у власти могут оказываться совершенные придурки, потому что народ избирает не лучшего из своей среды, а такого же. Вот, но лучшей формы управления человечество пока не придумано. В капиталистических странах не всё так хорошо, да? Совершенно правы вы. Огромное количество проблем у каждого человека и у страны в целом, у любой. Но они решаются, иногда не решаются, иногда начинаются войны, происходят крупные банкротства, происходит экономические катастрофы. Разоряются многие компании, люди остаются без работы. Эти катастрофы называются экономическими кризисами. Было бы хорошо, чтобы без них можно было обходиться. Но похоже, что это один из признаков нормального развития. Понимаете, это как с насекомыми. Вот насекомые живёт, живёт, живёт. Потом хитиновый слой становится мал ему. Он напрягается, сбрасывает с себя старую шкурку. А новая, мягкая шкурка надувается, становится больше. И хитин на воздухе застывает. И насекомые продолжают жить, расти, развиваться. Но также, видимо, и в экономике кризисы выполняют очень важную роль освобождения от неэффективных частей экономики. Крупные компании, которые долго существуют, они становятся почти автоматически. Становятся неэффективными. Слишком большой управленческий аппарат. Слишком мало творческого начала. Более того, всякое творческое начало преследуется, не дай бог. Вот, так что не всё так хорошо, как вы говорите. Это тоже хорошо.